В погоне за деньгами казахстанцы соглашаются на тяжелый неквалифицированный труд и нелегальный статус за рубежом, нередко нарушая миграционное законодательство. Но в этой гонке за деньгами немало рисков. Такая работа несет в себе большие риски. В первую очередь у мигрантов отсутствует какая-либо социальная защита, правовая защита. И часто работодатели могут не оплачивать их труд, потому что они знают, что они нелегалы и, так скажем, они не могут никуда обратиться. Без медицинской страховки получение медицины для них становится дорогостоящим и, как правило, не могут себе его позволить. Казахстанские нелегалы чаще всего работают в строительстве, сельском хозяйстве, на заводах и фабриках. Особенно много рабочих из Казахстана в России и Южной Корее. В последние, по официальным данным, прибывает около 15 тысяч казахстанских нелегалов, без правовой и социальной защиты. Так, при получении производственной травмы нелегалам сложнее добиться компенсации от работодателя. Юристы подчеркивают, такие работники должны осознавать риски. Если он сознательно идет на нарушение законодательства того государства, куда он приехал, он берет на себя вот эти все риски, он попал, там с ним что-то случилось, государство, то государство его, ну, конечно, какую-то первую медицинскую помощь, это всегда любое государство оказывает. Но поскольку нет страховки, потом ему выписывают счет определенный. В МВД готовятся заключить соглашение по реадмиссии с Республикой Корея. Оно предусматривает поддержку граждан, добровольно решивших вернуться на родину. А в Минтруда ведут работу по включению Казахстана в южнокорейскую систему легального трудоустройства. Для включения иностранного государства в южнокорейскую систему ИПС необходимо пройти три этапа. Первый – это внутрегосударственное согласование. Второй – это ознакомление с объектами для открытия центра ИПС. И третий – это принятие окончательного решения о включении Казахстана в систему ИПС на Международной комиссии в Республике Корея. На сегодня мы проходим первый этап. Правда, у корейских работодателей по системе ИПС есть несколько требований к соискателям. Прохождение медосмотра, соответствие квалификации и знания корейского языка. А значит, тяжелый неквалифицированный труд может оставаться для казахстанцев нелегальной возможностью заработать. Эксперты говорят, чтобы стимулировать граждан Казахстана вернуться на родину, важно создавать стабильные рабочие места и повышать качество жизни в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова